В нашем городе проживает более 16 тысяч людей с инвалидностью, в том числе 829 с нарушением зрения. Это обычные люди с такими же потребностями, как и все остальные. Они хотят работать, общаться, быть востребованными в социуме и пользоваться своими правами. 30 июня в нашей стране был подписан закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, которого ждали многие. Конечно, закон для нас – это очень серьёзный документ. Мы много от него ждём, потому что когда он, скажем так, рассматривался, когда он на стадии разработки был, мы участвовали все в его создании основных положений, в рассмотрении основных пунктов этого закона. Закон вступит в силу в январе следующего года. И для того, чтобы разобраться в его основных положениях и инновациях, был проведён обучающий семинар для представителей областной организации и членов областного совета БелТИС. Одним из важнейших вопросов стало изменение порядка компенсации за технические средства реабилитации. До сих пор мы получали технические средства и по линии комитета, и по линии здравоохранения определённые. По нашим рекомендациям какое-то средство закупалось. И на эти средства бюджет выделял определённые суммы. То теперь будет рассмотрен вопрос с компенсацией. То есть человек сможет сам покупать техническое средство реабилитации, необходимое конкретно ему. А уже определённую денежную сумму ему будет компенсировать комитет. Также подробно остановились на социальных гарантиях, правах и помощи, посодействуя в трудоустройстве людей с инвалидностью. Очень важный вопрос – это вопрос квотирования рабочих мест. О чём мы тоже долго спорили, очень много говорили, и наши старания были услышаны. По такой системе работают очень многие зарубежные страны. То есть создаётся определённый фонд, куда наниматели, то есть предприятия, должны будут отчислять определённые денежные средства. К каждому предприятию в зависимости от количества работающих у него человек, то есть на предприятии человек, будет доводиться определённая квота по трудоустройству людей с инвалидностью. И если предприятие трудоустраивает человека, значит всё прекрасно, он берёт на себя ответственность, наплачивает заработную плату, создаёт рабочее место. А если предприятие не может в ряду каких-то причин трудоустроить инвалида, значит он будет в этот фонд отчислять определённые средства. Не менее важны вопросы доступной среды. В рамках региональной программы по её созданию были подведены итоги по объектам в регионе и городе. Мы уже, в принципе, видим, что на многих объектах, практически на всех, работы запланированные выполнены. Где-то в разных процентах соотношений, где-то больше, где-то меньше. Главное, мы видим, что по городу Бресту, допустим, вопросы все выполнены, даже больше мы можем. Потому что много объектов делались за собственные средства, тот же и БТИ здания, и поликлиника закрытые вопросы, и территориальные центры. Подобные семинары проводятся ежеквартально. Их практика будет продолжена, поскольку реализация прав людей с инвалидностью должна быть одним из приоритетных направлений.